В России начались выборы президента. В Самарской области сегодня открылись 1767 избирательных участков. В России начались выборы президента. В Самарской области сегодня открылись 1767 избирательных участков. На территории региона действует 47 территориальных избирательных комиссий. Кроме того, работают 16 временных участков в аэропорту Курумыч на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных медицинских учреждениях. 15, 16 и 17 марта избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Сведения об избирательных участках и участковых комиссиях можно найти на сайте ЦИК России. Сегодня свой рабочий день глава города начала на избирательном участке. Елена Лапушкина пришла одной из первых и приняла участие в торжественном открытии, прослушав гимн страны. После чего получила бюллетень и проголосовала. Глава Самары призывает и всех жителей старше 18 исполнить свой гражданский долг. Мы с вами каждый день делаем выбор. И от каждого нашего выбора зависит история. История нашей жизни, истории нашей семьи, истории нашей страны. Вы должны определить, каким путем пойдет наша страна, какой она будет и как мы вместе с вами будем в дальнейшем развиваться. Призываю каждого из вас прийти на избирательные участки, отдать свой голос. Мы вас ждем. Тут же на участке глава Самары проголосовала и за общественные пространства, которые будут благоустраивать в 2025 году. На выбор представлены 20 территорий. Проголосовать можно у стола волонтеров в спецодежде с символикой национального проекта «Жилье и городская среда». Этот же путь повторяют и другие избиратели. Семья Жаровых тоже решила прийти на участок в первый день до работы, не откладывая свое решение в долгий ящик. Владимир и Татьяна уверены, что каждый голос важен, поэтому всегда приходят на выборы и всегда призывают прийти своих близких и друзей. Поддержать страну, наверное, в данный момент. Ну, такое тяжелое время. Все наши знакомые, я думаю, что они обязательно сегодня придут. И родители, и дети. Также на участке можно принять участие и викторине. Если ответить на вопросы о Самарском крае, то можно получить шанс выиграть ценные призы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Избирательный процесс пройдет под пристальным вниманием общественников. За соблюдением прав граждан, ходом голосования и подсчета голосов в Самарской области будут следить почти 6 тысяч наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Самарской области и направленных кандидатами и политическими партиями. В круглосуточном режиме все три дня будет работать региональный центр общественного наблюдения. Здесь оборудовано 25 рабочих мест, за которыми посменно будут осуществлять видеонаблюдения волонтеры, прошедшие обучение. Помимо этого, в центре оборудована видеостена, на которой будет осуществляться видеотрансляция с рандомно выбранных избирательных участков. В Самарской школе номер 29 к моменту открытия избирательного участка образовалась очередь из желающих отдать свой голос. Ровно в 8.00 прозвучал гимн Российской Федерации, после чего члены избирательной комиссии приступили к своей работе. В числе первых проголосовал председатель городской думы Алексей Дегтев. Я добросовестный избиратель и право, которое мне дано Конституцию Российской Федерации, использую в полном объеме. Сегодня был уверен, что большое количество россиян, наших самарцев, воспользуется этим правом. И, как видите, не ошибся, это вдохновляет. И вместе со своими соотечественниками, самарцами, я сегодня избрал себе президента. К своей работе приступили независимые общественные наблюдатели. Они призваны следить за соблюдением закона во время голосования со стороны всех участников процесса. Хочется отметить хорошую организацию работы на участке, четкую. То есть сотрудники комиссии не допустили ни одного нарушения при открытии участка. Не было ни одной претензии со стороны избирателей. Все было вовремя, четко. Обстановка очень доброжелательная. Люди с удовольствием надают свои голоса, приходят на выборы. Ну, надеемся, что все будет в дальнейшем так же хорошо. Люди, приходящие на избирательные участки, понимают значимость этих выборов для страны и ее будущего. Нам важно это, потому что это наша страна, где мы живем. Мы граждане. Мы хотим реализовывать свое право, потому что нам важно в будущем жить в этой стране, нашим детям расти. И какой она будет, мы решаем сейчас. Я работаю на скорой помощи и учусь в медицинском университете. Считаю это своим долгом выразить свой голос за будущее нашей страны. Прямо на участке избиратели могут отдать свой голос за объекты благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Объекты победителей голосования будут благоустроены уже в 2025 году. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Самарцы в дни выборов президента России 15, 16 и 17 марта смогут проголосовать за благоустройство родного города. По словам наблюдателей, волонтеров-горожане проявляют неподдельный интерес к преображению Самары. В городе жители смогут проголосовать за одно из 20 общественных пространств. Их список вы видите на экране. В историческом здании Дворца пионеров на улице Куйбышева в этот день многолюдно с самого утра. Здесь разместилась участковая избирательная комиссия номер 2901. В числе первых голосующих здесь глава Ленинского района Елена Бондаренко. Она пришла с мужем и внуком. Восьмилетний Валера помог отправить бюллетень на обработку. Участок оснащен КАИБами электронными устройствами для приема избирательных бюллетеней. Сегодня историческое событие в жизни нашей Родины. Сегодня стартовали выборы президента Российской Федерации. И по традиции наша семья в полном составе сегодня отдает свои голоса за будущее нашей России, за будущее наших семей, наших детей и внуков. Я пришла сегодня на избирательный участок с мужем, с внуком. Дети сегодня тоже на других участках голосуют. Поэтому сделаем все для того, чтобы обеспечить будущее поколения нашей любимой Родины. По состоянию на 8 утра на участке зарегистрировано 2727 избирателей. К этому УИКу дополнительно прикрепилось более 200 человек. На нашем участке присутствуют наблюдатели. Наблюдатели от общественной палаты и наблюдатели от партий, которые выдвигают своих кандидатов. Нарушений у нас нет. Достаточно много присутствует необходимых органов, так скажем, это и полиция, и Росгвардия. То есть порядок у нас поддерживается хороший. Замечаний нет. В дни выборов президента Асамарца могут проголосовать на своих участках и за благоустройство родного города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать голос за пространство, которое преобразится в следующем году, можно с 14 лет. Также избиратели могут принять участие в викторине в рамках благотворительной общественно-просветительской акции «За родное, за свое». Из призов – туристические наборы, путешествия по Самарской области, поездка на международную выставку «Форум Россия» на ВДНХ. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. В первый день голосования традиционно ходит на выборы и титулованный самарский пловец Александр Кудашев. Участник сборной России по плаванию, призер чемпионатов мира и Европы. Победитель универсиады рассказал, что старается успеть на избирательный участок в первые часы открытия. И такое же мнение разделяют его родные и близкие. Свой голос спортсмен отдал на участке 2907. Там же он написал письмо участникам специальной военной операции. Всегда приходил в первый же день. И так как есть такая возможность прийти 15-го числа, я считаю, что в этот день, наверное, народу немного может быть поменьше, чем выходные. Ну и плюс – исполнить свой гражданский долг. У меня в причине того, что ребенок немного приболел, не получилось сегодня всей семьей прийти. А так обычно мы всей семьей приходим, мы все отдаем голос. И жена моя, и тесть, теща, и мама с папой, и бабушки все обязательно приходят. Никто никогда, подчеркну вот это слово, никогда не пропускает выборы. Проголосовала в первый день и директор Самарского художественного музея Алла Шахматова. Свой голос она отдала на участке номер 3211, который находится в здании городского центра социализации молодежи. Обращаясь к самарцам, Алла Шахматова пригласила горожан не только на избирательные участки, но и в музей на уникальную выставку, которая открылась накануне. Я считаю, что это очень важно. Мы каждый должны сделать свой выбор в пользу России. Мы вчера открывали выставку, посвященную 180-летию величайшего русского художника Василия Дмитриевича Поленова, который тоже, несмотря на свои поездки зарубежные, сделал выбор в пользу как раз своего любимого родного государства. И вот сегодня я с радостью пришла и сделала свой выбор так же, как, я думаю, мои коллеги. Многонациональная семья Хан-Серант на участок пришла одной из первых. Рассказывают, выборы не пропускают. Сегодня, как обычно, они в полном составе. Мама Лилия, папа Евгений и шесть будущих избирателей. Пять сыночков и лапочка-дочка. Глядя на нас, они тоже хотят голосовать и хотят, чтобы им быстрее, скорее, исполнилось 18 лет. И они тоже имели право на свой голос. Родители признаются, для детей выборы президента – это настоящий праздник. Важно приучать подрастающее поколение принимать активное участие в общественной жизни страны. Очень охотно они бегут, они хотят сами галочку поставить. То есть они ждали этого дня, прям с нетерпением они переживают. Мы строим свое будущее, все в наших руках. Поэтому каждый должен прийти и отдать свой голос своего кандидата. Несмотря на юный возраст, у ребят уже присутствует понимание процесса. Когда ты идешь на выборы, там надо быть умным, чтобы выбрать президента. Если кто-то не будет управлять страной, то, наверное, будет тут беспорядок. Избирательные участки 15, 16 и 17 марта работают с 8 утра до 20 часов вечера. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Продолжение следует... Субтитры предоставил DimaTorzok